В одной из квартир этого подъезда живет женщина, которая, по словам соседей, и занималась украшением дворовой территории, рисовала на стенах и баках, организовала детскую площадку, активно поднимала своими творениями настроение детишкам всех близлежащих домов. Горки тоже пробивала, как говорится. Ну, это было лет 5-6 назад. Сейчас уже, конечно, все дети ближайших дворов здесь выросли. Ну и, как правило, у них теперь свои детские площадки, как вы видите, вот в том доме. А здесь уже все превратилось. Рукам этой же жительницы принадлежит вот этот интересный стрит-арт-объект. Ненужную обувь хозяйка решила не выбрасывать, а пустить на творчество. Ну, а это вот произведение, вроде, как она говорит, что муж идет, как говорится, домой, вот там вот. Ну, а там видит детская и взрослая, вроде как, жена и дети. Вот. Так вообще задумки были хорошие, так и стены были в подъезде, все нормальные, но потом все это пришло в негодность. Наделенные таким символическим смыслом ботиночки на потолке трогают до самого сердца. Вот только хотелось бы, чтобы красота приумножалась со временем, а все созданное руками добрых людей потихоньку ветшает. Подобные, казалось бы, мелочи. Сразу делают и подъезд, и весь двор особенным. Одушевляют, наделяют жизнью. Но даже таким инициативам всегда требуется поддержка окружающих. Неизменно людей тянет облагородить территорию вокруг своего жилища, сделать красивее, уютнее, добрее пространства и соседей. В некоторых дворах можно увидеть вот такие сказочные полянки. Они тоже созданы жильцами этого дома безвозмездно по личной инициативе для всех окружающих. То же самое касается рисунков на стенах. Всем известный сказочный замок напротив Дворца детского творчества появился десятилетия назад и сразу изменил восприятие типового дома. Но со временем и этот замок потускнел, а подкрашивать сказочный мир, видимо, больше некому. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».